Девушки отдыхают Настойчиво пропагандируя насилие, Ленин рвался к заветной цели – к власти Террор, который он применял в политической борьбе, отнюдь не был для членов семьи Ульяновых чем-то из ряда вон выходящим Так или иначе, но стремление к переустройству общества посредством насилия проявилось у всех детей Ульяновых Старший сын Александр участвовал в подготовке покушения на царя Младший Дмитрий руководил очисткой Крымской губернии от неблагонадежных солдат и офицеров Сестры Ленина, Анна и Мария, одобряя его методы политической борьбы, активно помогали брату Владимиру в осуществлении государственного переворота Мать Мария Александровна Ульянова, как утверждают биографы, горячо поддерживала своих детей в их революционной борьбе и была их идейным другом Случайность это или закономерность? Мария Александровна не могла навязать своим детям революционных взглядов, поскольку никогда не была революционеркой Но она воспитала своих детей независимыми личностями Установка на терроризм, которая была присуща Ленина политику, очень характерна для людей авторитарного склада Для людей, которые считают, что только силой своего характера, вообще при помощи силы можно решать проблемы, можно преодолевать трудности То, что почти все дети Ульяновых принимали участие в желании переустроить мир путем насилия, это я Ясно, это, так сказать, никто не отрицает Но были ли они, можно ли на этом основании называть их террористами, это большой вопрос Кто такой террорист? Человек с помощью ужаса Человек, пытающийся устрашить большую часть совершенно незнакомых ему И не имеющий к нему прямого отношения людей ради достижения своей цели Любой террорист Это особый характер Составные, слагающие этого характера Абсолютная уверенность в своей правоте Фанатизм Абсолютная вера в сверхидею В сверхценную идею, которая может быть сколь угодно благородной Например, спасение человечества 1 марта 1887 года в Симбирск на имя учительницы Веры Васильевны Кашкадамовой пришло письмо В нем сообщалось об аресте Александра Ульянова Вера Васильевна вызвала Володю Он прочел и долго молчал, крепко сдвинув брови А потом сказал А ведь дело-то серьезное Может плохо кончится для Саши Дело было действительно серьезным Полиции удалось предотвратить покушение на царя Группа террористов захвачена с бомбами в руках Автором и организатором этого несостоявшегося теракта Являлся старший брат Володи Александр Ульянов Так в семье Ульяновых появился террорист Первый, но не последний Версия о том, что Александр был одним из главных организаторов покушения на царя Она, больше того, что он был террорист по убеждению Она не совсем верна Но она основана на его собственном выступлении Когда он говорит Мне одному из первых принадлежит мысль организовать террористическую группу И это было стремление взять на себя Как-то облегчить вину окружающих Ну положение окружающих Не больше Террор это было средство И он сам понимал, что это то средство, которое не приемлет большинство общества Но, будучи человеком цельным, исповедующим Жертвенный коллективизм, я бы так сказала Он считал, что это его жертва на алтаре будущей свободы России Счастье человечества, с его точки зрения, выше счастья конкретного человека И человек может и должен идти на любые жертвы, чтобы достичь этой цели На допросе Александр Ульянов заявил Мне одному из первых принадлежит мысль организовать террористическую группу И я принимал самое деятельное участие в ее организации В смысле доставания денег, подыскивания людей, квартир и прочего То же касается моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле То есть все то, которое дозволяли мне мои способности И сила моих знаний и убеждений В 21 год Александр Ульянов по приговору суда казнен через повешение в Шлиссельбургской крепости Он ворвался в историю России и всего человечества Чтобы через мгновение погибнуть Став мимолетным и незабвенным свидетелем разрастающегося бунта Он торопился войти в историю Это был классический комплекс гирострата Который принудил человечество вечно помнить о нем Потому что он сжег храм Артемидрия Одно из семи чудес света Мария Александровна Ульянова В девичестве Бланк Дочь помещика Получила домашнее и очень строгое воспитание Волевая, целеустремленная, не сентиментальная Анна Ильинична со слов матери Рассказывала о первом свидании с Сашей в крепости Саша очень старался примирить Марию Александровну С ожидавшей его участью Он напоминал, что Владимир и Ольга заканчивают гимназии С золотыми медалями Если бы ее старший сын и спросил себя помилования То остался бы, возможно, на долгие годы в заключении как террорист Это сделало бы невозможной карьеру Володи Самого многообещающего из ее детей Последним словом, которое сын услышал от своей матери Было Мужайся Впоследствии Анна Ильинична пыталась объяснить Это напутствие матери сыну Слухами о том, что казни не будет Сказать ему это прямо Мать не могла И использовала из зопов язык Намекнув на спасение Которого Саша вовсе не хотел Меня поразил документ, когда, оказывается, чтобы оплатить судебные сдержки В процессе Александра и его казни Она продала каминные часы и имущество То есть оплатила суд над своим сыном и казнь, между прочим, тоже Многие считали, что убийство царя должно было стать началом революции Однако Те покушения, которые совершали революционные народовольцы Не было направлено на начало революции Это были актами возмездия Актами наказания Актами Желающими подчеркнуть Гнилость системы В тот день, когда в Симбирск пришло известие Об аресте Саши Ильи Николаевича уже не было в живых Володя потом скажет Хорошо, что отец умер До ареста брата Если бы был жив отец, просто не знаю, что бы и было Но страшное осознание того, что он совсем не знает своих детей Пришло к Ульянову незадолго до смерти Это был удар, от которого Илья Николаевич так и не смог оправиться Илья Николаевич Ульянов Директор народных училищ Симбирской губернии Награжден ченом действительного статского советника Орденом Святого Владимира Третьей степени И Орденом Святого Святослава Первой степени До вступления в должность Ильи Николаевича В Симбирской губернии было всего 20 школ При непосредственном участии Ульянова Их число возросло до 430 Ему хватало времени на создание новых учебных заведений На инспектирование созданных На написание объемистых отчетов и просветительских статей На изучение и пропаганду новых методов обучения Ему хватало времени на все, кроме своих детей Целиком посвящая себя воспитанию и образованию чужих Собственными Илье Николаевичу заниматься было некогда Его месяцами не было дома Вдруг Ильи Николаевича, член Симбирского училищного уездного совета Валериан Николаевич Назарьев вспоминал Что делалось в семье, как велось домашнее хозяйство Откуда явился новый вицмундир На месте пришедшего в совершенную негодность старого вицмундира Каким образом в карман попадал носовой платок Как и чем занимались дети Ничего этого Ульянов не знал Благодаря заботливости своей деятельной жены У старшей дочери Ильи Николаевича Анны Было свое мнение по этому поводу Анна Ильинична Ульянова-Велизарова Окончила Симбирскую гимназию Училась на Бестужевских курсах в Петербурге По делу о покушении на Александра Третьего Была арестована и осуждена на 5 лет ссылки Арестовывалась в 1904, 6, 12, 16 и 17 годах После 1917 года член бюро ЦК РСДРП Конечно, сложное и серьезное дело позволяет человеку Строго относившемуся к своим обязанностям Да еще и любящему это дело Уделять семье немного сравнительно времени Но из этого еще не следует, чтобы он совсем забывал о ней Да, о семье Ульянов не забывал Он иногда бывал дома И тогда играл с детьми, читал стихи, проверял уроки Но как и чем занимались его дети, он не знал Когда 1 марта 1881 года террористами был убит Александр-Освободитель Ульянов искренне переживал эту трагедию Он надел парадный мундир и отправился в собор на панихидру по Убиену Илья Николаевич любил царя и ненавидал террор Ровно через 6 лет, тоже 1 марта На царя будет покушаться его старший сын террорист Летом 1885 года Анна и Александр приезжают в Симбирск на каникулы Илья Николаевич много и серьезно беседует со старшим сыном Дмитрий Ильич Ульянов стал невольным свидетелем одной из таких бесед Мне было тогда 11 лет Я хорошо запомнил тот день Семейные куда-то уехали и дома остались только я, Саша и отец Мне показалось, что говорили на политические темы И говорили очень тихо, чрезвычайно сосредоточенно Лица их были как-то особенно серьезные Иногда говорили горячо, но больше тихо, чуть внятно Когда Анна уезжала, Илья Николаевич попросил дочь Скажи Саше, чтобы он поберег себя хоть для нас Илья Николаевич мгновенно состарился Меньше чем через полгода его не стало Он умер от удара через несколько дней после того, как император Пожаловал ему орден святого Святослава первой степени Старший сын Александр на похороны отца не приехал Илья Николаевич был шокирован, был потрясен У него под рукой вырос человек Диаметрально противоположный его сущности И неприемлемый по характеру, целям и намерениям Это был удар, от которого он не мог отправиться Подбором литературы, которую читали в семье И в том числе и старший сын Занимался сам Илья Николаевич И для него не было неожиданностью То, к чему пришел К выводам, к которым пришел Александр Вряд ли это могло перечеркнуть его жизнь И вряд ли справедливо считать, что это убило отца Вообще супружество Ульяновых трудно назвать безоблачно счастливым Мария Александровна долго выбирала себе мужа Ульянов подходил по всем статьям Он будет делать детей и карьеру А главное, не будет мешать устраивать жизнь семьи По законам, написанным ею Рождались дети И она оставалась единственной и полновластной хозяйкой большой семьи Мария Александровна делала все, чтобы карьера Ильи Николаевича была успешна Как известно, приняв все заботы о семье Все-таки этот брак напоминает мезальянс И по нескольким параметрам одновременно Начнем с образования Илья Николаевич увлеченный физикой человеку Увлеченный педагогикой Закончивший систематический университетский курс И Мария Александровна гениальна, без преувеличений Домохозяйка, домоправительница И, как выяснилось позже, еще и великолепный эконом Держащий всю семью Никогда ничему систематически не училась Она получила традиционное женское домашнее обучение Его даже трудно назвать образованием Очень интересно прослеживается здесь связь системы взглядов Ленина И тех взаимоотношений, которые существовали в семье Говоря о характере, Мария Александровна Ей приписывают жесткость, несентиментальность Вернее, говорят о том, что она была жесткой, несентиментальной Якобы это было причиной формирования в детстве у детей авторитарных черт Или было каким-то источником внутреннего побуждения к социальному насилию Я должна сказать, что Мария Александровна действительно не была сентиментальным человеком Все это происходило из условий ее детства, юношества Из методов воспитания ее отца Но она никогда не была жестокой Мария Александровна была полной и абсолютной атеисткой Литеранскую церковь посещала редко, для приличия Илья Николаевич, напротив, был истово религиозен Глубоко и искренне верующего Не может оставлять равнодушным поверхностное, показное Для приличия отправления обряда близким человеком Но и неверующую жену могли раздражать непоколебимые православные убеждения Принципы и преданность христианским ценностям мужа Распространенная мысль о том, что Мария Александровна была абсолютной атеисткой На мой взгляд, некорректна Она была даже выше атеизма Она была агностиком Человеком, который отрицает все, кроме своего собственного мнения Это гораздо страшнее даже, чем атеизм И вот эту убежденность агностическую она передала и своему сыну Володе Чем толкнула его на путь достаточно опасный и рискованный Переделать мир под себя Мать с младенчества внушала своим детям Мысль об их избранности и великом предназначении Этим навязчивым стремлением облагодетельствовать род человеческий Заразились все ее дети Мария Александровна верила, что с помощью детей сможет реализовать все свои амбиции На детей в этой семье возлагались большие надежды Перед ними ставились серьезные цели Как известно, подражая Рахметову, Владимир Ильич читал только полезное Полезное для революции Величайшие творения теоретиков политики 19-го столетия прошли мимо него Он никогда не читал Таквиля Признанного до сих пор самым глубоким, самым проницательным Самым честным, неожиданным, парадоксальным и точным теоретиком политики Между тем, еще в 1935 году Алексис Дотаквиль писал, читаю «Рождается человек, его первые годы проходят в играх и забавах, он растет и мужает, наконец мир открывает перед ним свои двери И многим кажется, что его пороки и добро зародились именно в зрелом возрасте Это серьезное заблуждение Вернемся назад Посмотрим внимательно на ребенка Отметим его первые сильные впечатления Вслушаемся в первые произнесенные им слова Поприсутствуем при первых испытаниях, которые ему приходится выдержать И только в этом случае мы поймем, в чем источник его предрассудков, привычек и страстей Которые он пронесет через всю жизнь Из воспоминаний Дмитрия Ульянова Володя любил играть со мной в лошадки Брат был старше меня на 4 года Поэтому, когда он бегал за кучера, подстегивая меня хлыстиком Все было хорошо Когда же я впрягал его в виде лошади Он очень быстро вырывался и убегал от меня Когда уже после революции Дмитрия Ильича Ульянова назначили на высокий пост Ленин сказал Эти идиоты хотели угодить мне, назначив Митю Они не заметили, что хотя мы носим с ним одну и ту же фамилию Но он просто обыкновенный дурак Из воспоминаний Анны Ильиничны, Ульяновой, Елизаровой Володя и Оля любили шумные игры и беготню Особенно отличался этим Володя, который обычно командовал сестренкой Так он загонял Олю под диван и потом командовал Шагом марш из-под дивана Если бывало, что Володя и Оля расшалятся чересчур Мама отводила их для успокоения в папин кабинет И сажала на клеенчатое кресло Черное кресло, как они называли его Они должны были в наказании сидеть в нем Пока мама не позволит встать и опять идти играть Раз на черное кресло был усажен Володя Маму кто-то отозвал И она забыла о Володе А потом, спохватившись, что слишком долго не слышит его голоса Заглянула в кабинет Володя все так же смирно сидел в черном кресле Но только крепко спал Игрушками он мало играл Больше ломал их Так как мы старшие старались удержать его от этого То он иногда прятался от нас Помню, как раз в день его рождения Он, получив подарок от няне Запряженную в сане тройку лошадей из папье-маше Куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой Мы стали искать его И обнаружили за одной дверью Он стоял тихо И сосредоточенно крутил ноги лошади Пока они не отвалились Одна за другой Читать Володя выучился у матери лет пяти И он, и сестра Оля очень полюбили чтение И охотно читали детские книги и журналы Которые в изобилии получал наш отец Стали они скоро читать и рассказы из русской истории Заучивали наизусть стихи Это любила, впрочем, больше Оля Которая знала много длинных и трудных стихотворений И очень выразительно говорила их наизусть Володя был самым шумным Самым проказливым И самым агрессивным из всех детей Ульяновых Признаки агрессивности Замечались в нем еще в самом раннем детстве Конечно, эти случаи можно было бы отнести к шалостям Кто из нас не ломал в детстве игрушек Если бы случаи эти не проекцировались на остальную жизнь В гимназии, притом с первого класса Володя вел себя как вполне лояльный гимназист Он не был агрессивен Если его, что говорится на школьном языке, задирали Он давал необходимый отпор Никогда не превышающий необходимых пределов самообороны Но самое поразительное, что с момента, когда он вступил в гимназию И до последнего своего часа в ней Что зафиксировано в характеристике Керенского Володя никогда и ни с кем не дружил Из воспоминаний Александра Николаевича Наумова Гуляя во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжки И, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон Весь уткнувшись в свое чтение Способности он имел совершенно исключительные Обладал огромной памятью Отличался ненасытной научной любознательностью По характеру своему, Ульянов был ровного и скорее веселого нрава Но до чрезвычайности скрытен И в товарищеских отношениях холоден Он ни с кем не дружил Со всеми был на вы Его душа, воистину, была чужая И, как таковая, оставалась, согласно известному изречению, лишь потемками Из воспоминаний Анны Иринешны Ульяновой Елизаровой При своих прекрасных способностях Он запоминал обыкновенно в классе новый урок И дома ему приходилось лишь немного повторить его Поэтому только бывало начнется вечер И мы, старшие, разложимся со своими работами в столовой У большого стола за общей лампой Как оказывается, что Володя уже выучил уроки И болтает, шалит, подразнивает меньших и мешает нам Когда отец бывал дома, он приходил обычно на выручку к нам, старшим Уводил Володю к себе в кабинет и проверял его уроки Володя отвечал их без запинки И если у отца не было досуга занять его чем-нибудь другим Например, шахматами То тишина в столовой выдворялась ненадолго Возвращаясь из гимназии, Володя рассказывал отцу о том, что было на уроках И как он отвечал Когда дети выросли, и когда они попытались реализовать Те ценности, которые мать воспитала в семье Они столкнулись, видимо, с такими социальными обстоятельствами Которые определили их путь Несмотря на то, что родной старший брат Володя Был замешан в покушении на государя императора Все-таки, правда, при соответствующих гарантиях И заверениях в надзоре Володя был принят в высшее учебное заведение Вообще-то, с биографическими подробностями трудно Но всем известно про студенческую сходку в Казанском университете Написана про это художниками не одна картина Молодой Ленин во главе студенческой сходки Протестующий против некоторых нововведений В частности, студенческого мундира с высоким воротником И обязанности носить этот мундир аккуратно Застегнутым на все пуговицы Как говорится, нам бы эти заботы На одной картине изображена группа студентов Бегущая по лестнице Впереди студент Ульянов Он растрепан, лицо его горит Глаза сверкают, движения бурны и непроизвольны В полицейском отчете записано про студента Ульянова Что он буйствовал, стремительно мчался Размахивал руками и был красен лицом Мариетта Сергеевна Шегинян так поясняет эти слова Внезапное иступление юноши было, значит, настолько велико И до того бросалось в глаза Что даже полицейское перо не смогло этого не запечатлеть Необычным для себя языком Но революционная вспышка не была в молодом Ильиче Случайной и внезапной, вызванной общим волнением студенчества Корни ее лежат глубоко И подготовлялась она задолго Так что не с казанской историей Владимир Ильич стал революционером А казанская история только дала исход Накопившемуся в нем душевному протесту Он к этому моменту был готов к революционной борьбе Не исключено, что эта вспышка 17-летнего студента Была лишь одним из приступов того самого состояния Которым были обеспокоены все домашние И которая еще в детстве выражалась проявлением агрессии В зрелом возрасте Эта незнающая никаких преград агрессивность Достигла чудовищных размеров Он волей судеб Сделался диктатором Над сотнями миллионов людей И полились реки крови Жестокость воспитывает сверхубийц Спасителей человечества Добавьте к этому Укорененную жалость к себе Страдающему Мстительность Наслаждение властью над жизнями других людей Манию величия Сверхценные идеи Фанатизм Богоборчество Самоуверенность И самоправедность И вы получите список наиболее существенных компонентов Злодейской натуры И вместе с тем Центральных моментов воспитания Злоумышляющего против людей И человечества Фанатизм Слепая вера в идею В основе которой лежит Борьба за счастье всех людей Смыкаются В уверенности В своей исключительной правоте Во многом Тот жизненный путь Который прошел Ленин Был предопределен Именно этими его особенностями Сформировавшимися в детском возрасте Авторитарный стиль поведения с людьми И Уверенность в себе Он не умел слушать окружающих Он был крайне нетерпим К мнению окружающих Это проявлялось уже в детском возрасте И эти особенности Все более и более усиливались По мере его движения к власти Александр Ульянов Был казнен 8 мая А 22 июня Его брат Владимир Закончил симбирскую гимназию Получил аттестат И в соответствии с поданным прошением Был принят на юридический факультет Казанского университета Невозможно пройти мимо этого факта Не сопоставив его с тем Что творилось в России позже При правительстве Ульянова Ленина В 1887 году Императорское правительство России Согласилось принять в университет Без каких-либо оговорок Брата человека Который несомненно Был злейшим врагом режима 30 годами позже Коммунистическое правительство Запрещало своим классовым врагам Поступать в институты Под категорию классовый враг Часто попадали люди Не принимавшие активного участия В движении против коммунистической власти И зачастую весьма лояльно К ней настроены Женщина, покушавшаяся на Ленина В 1918 году Была казнена В искуплении ее вины Погибли десятки и сотни Невинных людей Не связанных с ней И не принимавших участия В ее попытке Так в 1918 году Правительство Ульянова-Ленина Ответило на покушение На жизнь своего вождя Правительство же Александра Третьего В 1887 году Подвергло казни Только тех революционеров Которые непосредственно Приняли участие в заговоре Не причинив вреда их семьям И не тронув ни одного человека Непосредственно Незамешанного в заговоре Так мать Александра Мария Ульянова Продолжала получать пенсию От правительства Назначенную ей После смерти мужа Эта пенсия Поддержала семью Владимир Ульянов Несколько лет Жил на нее А теперь вернемся В тот день Когда в Симбирск Пришло письмо Об аресте Саши Показательная реакция Подростка На известие о том Что его брат Преступник и террорист Прагматичный И взвешенный Анализ ситуации Серьезное дело Брат Государственный преступник И его могут казнить И все Ни ужас Ни стыд Расхожая легенда О том Что Володя После казни брата Провозгласил Мы пойдем Другим путем Представляет реальность С точностью Да наоборот Этот эпизод Советские историки Взяли из воспоминаний Мария Ильинична Она писала их Уже после смерти Ленина А между тем Когда казнили Сашу Девочке было Лишь 8 лет Мария Ильинична Ульянова Агент Искры Член партии С 1898 года Участница Вооруженного восстания В 1917 году В Петрограде Ответственный Секретарь правды Член комиссии Советского контроля Совсем иначе Знаменитая фраза Володи Звучит в воспоминаниях Веры Кашкадамовой Она вспоминала Что когда разговор Возвращался к Саше А это неизбежно Происходило Снова и снова Володя ни разу Не высказал Никакого осуждения И однажды Сказал так Значит он должен Был так поступить Он не мог Пойти другим путем Результат казни Саши Знакомство Володи С библиотекой Брата Он впервые Внимательно Вчитывается В настольную Книгу Александра Что делать Николая Чернышевского Просидел над ним Не несколько дней А недель Только тогда Я понял Всю глубину Он меня Всего Глубоко Перепахал Главный предмет Национальной гордости Великороссов Писал Ленин Это их вклад В мировое Революционное движение И в частности То Что их соотечественником Был великий Русский демократ Чернышевский Пожертвовавший Жизнью Ради дела Революции Ключ К пониманию Ленина Как и Рахметова В безграничной Преданности Постулатам Идеологии И в безоговорочном Подчинении Это полное Поглощение Личности Достигает у Ленина Наибольшего Совершенства Все человеческие Отношения Мерились этим Аршином Но существует ли Ленин Вне этой Целеустремленности Идеал его Я Отнюдь не тайна А вот Само его Я Мы все время Натыкаемся На тайну Ленинского Я Вот наиболее Вероятное Объяснение Этого Я Не существует Оно Заменено Идеологическим Каркасом Какая Внутренняя Катастрофа Побудила Ленина Создать Огромный И сложный Протез Своего Я Этот Ленинизм В котором Нельзя усомниться Не рискуя Утратить Свою Личность Не почувствовав Угрозы Которую Он заклинал Совершенствуя Систему И уничтожая Подстрекателей К сомнениям Ленину Казалось Что он Ненавидит Старую Россию На самом Деле Он Ненавидел Россию Как таковую Ленин И хотел Провести Эксперимент По созданию Новой породы Людей Рахметовых Гвозди Б делать Из этих Людей Крепче Б не было В мире Гвоздей Вы ждете Что по вашему Приказу Изменится Природа Человека За это Посягательство На свободу Самоопределения Народа Вас ждет Расплата Не желал Быть пророком Но сердце У меня Сжимается Предчувствием Что мы Только у порога Таких бедствий Перед которыми Померкнет Все то Что мы Испытываем Теперь Если бы Вы отказались От губительного Пути насилия Но это Надо делать Честно И полно Может быть У вас Еще есть Достаточно Власти Чтобы повернуть На новый Путь Владимир Короленко 22 Сентября 1920 Горький Был уверен Что Ленин Эту революцию Он писал Движа Чеславия В своих Письмах Писал А Меньшевики Обвиняли Ленина Неоднократно И тоже Еще до Революции 17-го года В мании Величия История Показала Что Меньшевики Гораздо Ближе К истине Когда Когда мы Оцениваем Или Когда Говорим О том Что Было Насилие Неизбежно В России Да Может быть В апреле 17-го года Когда Ленин Вернулся В Россию Еще Возможен Был мирный Путь Демократических Преобразований Но осенью 17-го года Все политические Партии Понимали Что Россия Пройдет Через кровь Через большую кровь Но никто не хотел В ней Купаться Спасители Человечества Не обязательно Сверхубийцы Они Вряд ли Соизмеряют На своем пути Меру Зла И добра Которые Они несут Поскольку Большая часть Этих Спасителей Она выступает В роли Теоретиков Абстрагирующихся От тех Для которых Они работают И это самое страшное Что может быть И что есть Потому что Решения Могут быть Прогностически Выверенными Только тогда Когда они Точно рассчитаны На людей Для которых Они делаются И с этой точки зрения Очень важен Момент Реабилитации Человека При переходе Из Так сказать Положения Спасаемого В положение Спасенного А вот Если люди Не берут Это в расчет То тогда Они могут Превратиться Вот в этих Сверхубийц Потому что Они тем самым Доканывают Тех Кого спасают А Если они Умеют Прогностически Выверить Последствия Принимаемых Ими Решений То тогда Это может быть Благом Для человека Я знаю Я знаю Лично Только Одного Человека Который Прогностически Выверял Принятые Решения Рузвельта Я знаю Его Как человека Который Обратился К людям С желанием Их Реабилитировать Сказав Фразу Которая Меня Потрясла Самое Главное Это Страх И мы Должны Побороть Его Вместе У нас Не было Ни одного Руководителя Который Так бы обращался К народу Человек Пытающийся Устрашить Большую часть Совершенно Незнакомых Ему И Не имеющий К нему Прямого Отношения Людей Ради Достижения Своей Цели Любой Террорист Это Особый Характер Составные Слагающие Этого Характера Абсолютная Уверенность В своей Правоте Фанатизм Абсолютная Вера В сверх Идею В сверх Ценную Идею Которая Может быть Сколь угодно Благородной Например Спасение Человечества 1 марта 1887 года В Симбирск На имя Учитель Средством Насилия Проявилось У всех Детей Ульяновых Старший Сын Александр Участвовал В подготовке Покушения На царя Младший Дмитрий Руководил Очисткой Крымской Губернии От неблагонадежных Солдат И офицеров Сестры Ленина Анна И Мария Одобряя его Методы Политической Борьбы Активно Помогали Брату Владимиру В осуществлении Государственного Переворота Мать Мария Александровна Ульянова Как утверждают Биографы Горячо Поддерживала Своих детей В их Революционной Борьбе И была Их Идейным Другом Случайность Это Или Закономерность Мария Александровна Не могла Навязать Своим Детям Революционных Взглядов Поскольку Никогда Не была Революционеркой Но Она воспиталась Верой Васильевной Кашкадамовой Пришло письмо В нем Сообщалось Об аресте Александра Ульянова Вера Васильевна Вызвала Володину Он прочел И долго Молчал Крепко Сдвинут Брови А потом Сказал А ведь Дело-то Серьезное Может Плохо Кончится Для Саши Дело Было Действительно Серьезным Полиции Удалось Предотвратить Покушение На царя Группа Террористов Захвачена С бомбами В руках Автором И организатором Этого Несостоявшегося Теракта Являлся Старший Брат Володи Александр Ульянов Так В семье Ульяновых Появился Террорист Первый Но не Последний Своих Детей Независимой Личности Установка На терроризм Которая Была Присуща Ленина Политику Очень Характерна Для людей Авторитарного Склада Для людей Которые Считают Что только Силой Своего Характера Вообще При помощи Силы Можно решать Проблемы Можно преодолевать Трудности То что Почти все Дети Ульяновых Принимали Участие В желании Переустроить Мир Путем Насилия Это я Ясно Это Никто Не отрицает Но Можно ли На этом Основании Называть Террористами Это Большой Вопрос Кто Такой Террорист Человек С помощью Ужаса Мы всегда стояли за применением насилия Как в массовой борьбе Так и в связи с этой борьбой Ульянов Ленин Настойчиво пропагандируя насилие Ленин рвался К заветной цели К власти Террор Который он применял В политической борьбе Отнюдь не был Для членов семьи Ульяновых Чем-то из ряда вон выходящим Так или иначе Но стремление К переустройству Общества Постарается